Здравствуйте, вас очень плохо слышно. Здравствуйте, я хочу предупредить, что звонок записывается. Я блогер, меня интересует проблема наводнения в Иркутской области. Я сейчас обзвонила большое количество организаций, включая телекомпании, администрацию области, МЧС и так далее. И вот, наконец-то, получила ваш телефон. Меня интересует вопрос, могу я связаться со штабом, либо координационным центром, которые занимаются вопросами документов, жилья и так далее. Координируют кто по региону это? У нас такой информации нет, у нас в каждой городе, они все находятся. Хорошо, перечислите, пожалуйста, города, перечислите, пожалуйста, города и контактные телефоны пострадавшие. Контактные телефоны кого? У нас много контактных телефонов, какие конкретные телефоны вас интересуют? Меня интересует вообще, есть ли в регионе координационный центр, либо штаб по этой проблеме. У нас такой информации нет. А у кого она есть? Ну, вы можете позвонить на линию губернатора Сергея Левченко, уточнить эту информацию. Я звонила, меня отправили на МЧС, МЧС к вам. У нас нет такой информации, есть ли штаб по региону. Мы консультируем столько жителей, которые пострадали, где они могут получить гуманитарную помощь, куда они могут подойти. Где жители могут увидеть, где жители в общем доступе могут увидеть ваш телефон? Наш телефон, памяти у них расположены в городах, с нашим номером. То есть, получается, что ваш номер координирует действия. То есть, вы штаб, либо вы просто переводите человека на то, что происходит в регионе. Что значит переводить? Ну, а как? Если я, например, звоню из Нижнеудинска, вы мне даете контакты в Нижнеудинске. Если я звоню из Тулуна, значит, вы мне даете контакты из Тулуна. В Тулуне тот номер, который на сайте, там человек в отпуске. Тот номер, который висит в общем доступе. Этот человек в отпуске. Будьте добры, пожалуйста. Сейчас, секундочку, я открою его. Давайте сверим по Тулуну контакты. Открывайте. Сейчас, секундочку. Ну, там достаточно быстро. Меня зовут Швец, Ольга Владимировна. Еще раз повторите. Швец, Ольга Владимировна. Швец, прерывается, я вас слышу плохо. Ольга Владимировна. Швец. Давайте сверим номер телефона в Тулуне. 8-983-44-7-3 и потом 3 девятки. Правильно? Вы мне чей номер называете? Я называю конкретно Тулунский район администрации. Координатор. Администрация Тулунского района. Приемное муниципального образования или что это такое? Вот мне человек, который имеет отношение к Иркутской администрации, прислал вот этот номер. Я позвонила по нему. Мне сказали, что человек, который по этому номеру, он в отпуске. Она обещала прислать номер, но она его не прислала. Вам нужно приемное муниципального образования города Тулуна или Тулунского района? Давайте и то, и то. Запишите номер телефона. Записываю. 8-39-530. 8-39-530. Дальше. 4-0-5-15. Угу. Записала. Угу. Приемное муниципальное образование города Тулуна. А по другим регионам у вас такая же ситуация, то есть вы просто направляете в администрацию после потопа и все? Конечно. А куда мы можем направить? Только там, где могут получить пострадавшая помощь, материальную, гуманитарную, какую-то консультацию от сотрудников. Где будет создана комиссия муниципального образования? Понятно. Вы понимаете, что мы находимся в Сибири? Что через 2-3 месяца просто выпадет снег? И? Люди не успеют построить жилье за это время. Ну, вы не по адресу вопрос задаете. А кому мне задавать этот вопрос? Ну, наверное, вам нужно обратиться в администрацию Левченко. Хорошо, я попытаюсь. Спасибо за информацию. До свидания. Всего доброго вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok и то, что он услышал, стало поводом для крайне жесткого разговора с региональными властями из зоны бедствия в Преангаре. Денис Давыдов. Здесь плавали на водку. Полностью жилой сектор плавал. Улица 6, если я не ошибаюсь, была. Плюс переулки. Все смыло. Микрорайон, которого больше нет. Нет адресов, куда еще 3 недели назад приезжало его такси. Я не нашла. Так и писать, что окна дома. Переспрашивают. Ведь весь этот ужас в голове не укладывается. 9 тысяч домов затопило. К тем, кому некуда идти, приехал Владимир Путин. Как вы, если скажете? Президент в одном из пунктов временного размещения. Городской интернат, куда пока поселили семьи подтопленцев. Их монологи – ни жалобы, ни просьбы. Крик души. Я для детей строил новый дом. У нас все уморывало. Все уморывало. 35 лет жизни даже не у меня. Я работаю. У нас здесь уже гнева. Он должен быть восстановлен. Сережа, где? Дайте данные свои, пожалуйста. Мы не можем получить вот эти 100 тысяч. За 10 тысяч ходили, по двора записали заявление. Сейчас уже 5 раз это заявление написало. То в списках нет, то еще что-нибудь. А составили акт об Украине? Составили. То есть все документы есть, а денег нет? Нету денег. То есть специальный приехал, чтобы вот это от вас... Владимир Путин в Иркутской области второй раз за месяц. В начале июля по его распоряжению в регион были направлены дополнительные отряды. МЧС, армию призвали на помощь. Минобороны круглосуточно обеспечивают Тулун питьевой водой. Командированные военные повара наладили бесперебойную выпечку хлеба. Варенцы, военный хлеб. 30 тонн помощи Росрезерв отправил в Иркутскую область. Самолеты МЧС доставили одеяло и палатки, дамбы и лодки. Регион получал их с первых дней. Я раньше, что я не заболею, да? Эпидемиологи, хирурги, терапевты Федерального медико-биологического агентства направлены в область. В Нижневудинске, где больница затоплена, они развернули мобильный госпиталь. За три недели многое сделано. Вот как одна из улиц выглядела 29 июня. Своего участка я просто не увидел. Ну, то, что увидел, то снял. Ужас. Как будто разгулялись полноводные реки. А ведь их названия только местные знают. Тулун затопили Ия и Озейка. Та самая Озейка, которую сегодня при желании можно перейти. Не верится, что эта речушка развелась настолько, что вышла из берегов и затопила дома по крыше. Огород все, нет его. Под бревнами, под досками там ваш огород. Да. Там еще и вода стоит. Комиссии, говорят, ходят по выборочной. Здравствуйте. Я сегодня с вами уже общалась. Я позвонила в МЧС. МЧС меня отправили на 8-800-2665. А 8-800-2665 отправили меня снова к вам. А что случилось? Напомните. Я записываю блог. Наш разговор записывается по поводу наводнения в регионе. А, подождите, подождите. Они не могли вам дать мой телефон, потому что, смотрите, у меня, я ЕДДС, единая дежурно-диспетчерская служба города Иркутска. Как связаться с губернатором, либо его заместителем и так далее? Но я... Нет. Причем здесь город и губернатор. Хорошо. Кто занимается наводнением конкретно? Кто главный? Вы... Меня-то почему... Вы вопрос вообще не по адресу. Вы понимаете, я за город отвечаю. Город Иркутск. Оперативный дежурный ЕДДС, города Иркутска. Кто отвечает за наводнение? Кто отвечает за наводнение? Кто отвечает за ликвидацию последствий? Куда мне обратиться? Девушка, ну, может быть, в приемную губернатора, если вам нужен губернатор, вы говорите. Подскажите, пожалуйста, номер. А у меня нет, к сожалению, телефона. На административном сайте тоже. Телефон губернатора нет. Можно через бесплатную справочную. 223-223. Я не знаю, почему вам ничего не ответили. Вот по телефону тройка пять девяток. Меня отправили на 8-223-223. Хорошо, я позвоню туда. Спасибо большое. До свидания. То эту улицу, то там эту улицу. И в нашу улицу никто не приходил. Комиссии должны оценить ущерб, чтобы пострадавшие начали получать выплаты. Больше трех миллиардов рублей помощи Москва направила в регион сразу же. Половина суммы до сих пор не распределена. Это деньги, которые область должна срочно направить на компенсации на ремонт. Ну, была у вас комиссия, которая должна была вынести акт полностью? Ничего еще никакого нет. Как-то нет. Вообще акта нет. Я вообще не знаю, что он где делает. Тут у нас пятиэтажек. У нас в подвале в лесе уже 84 года. Мы сказали, мы не пойдем, там вода до сих пор стоит. Значит, такая работа вот этих комиссий. Ну, надо как-то раздаться. Без нареканий работа тех, кто ей помогать, в общем-то, не обязан. Волонтеры. Командой скооперировались и так и работаем уже три недели. В отпуске за свой счет решают чужие проблемы. Раздают пакеты с продуктами. Разгружают вагоны с помощью, которая идет из разных концов страны. Молоко. Можно варка. Мадушки и одеяло. И мы будем обзванивать тех, кто по списку. Первые идут на газетные. Детей постарше из зоны подтопления отправили на лето в лагеря. Младшие с мамами. У них своя беда. Игрушки уплыли. Я хочу машинку на пыльчик на лей. У Димы, машинка тебе будет. У Димы, который попросил у президента машинку, еще четверо. Братьев и сестер. Мама их воспитывает одна. Без мужа. А теперь и без дома. Приходишь в свой дом, понимаешь, что ты там уже не останешься никак. Больше не придешь, не зайдешь. Это очень тяжело. Ну, мы надеемся, что нам дадут сертификат, и у нас будет новое жилье. Первые сертификаты стали выдавать уже в пятницу. Заветный документ вручили и Сафроновым. В этой семье тоже единственный мужчина, шестилетний Матвей Николаевич. Вы почет? Да. А тебя как называют? Матвей Сатонов Николаевич. Ты что кашиваешь, а? А у Славки не соль, а где у Славки? А не что, не ест? Да нет, сквозня, бабушка, если сучка, то она тоже болеет. Вы вспомните мое имя, отчество? Николаевич? Славься. Николаевич, это отчество, да? Да. Звоним. Я решаю это все. Спроси у всех, позвони по номеру. 203-223 и оставь заявку. Перезвонят все фирмы Иркутска. Останется только выбрать лучшее предложение. Звони. 223-223. 223-223. И на залеико. Просить у всех. 223-223. Знает, что почем. Т evidenяйка. Яat jest. 233-223. 223-223. Брадеде. Oui. Внаминам. 203-223. 229-233. Продолжение следует... 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 Это как раз тот самый административный пинг-понг, о котором я говорила в первом видео. Просто бросили трубку. Ничего. Мы не гордые. Еще раз. Бросают трубку. Трубку никто не берет, звонки бросают. 25, 62, 37. Сегодня пятница. 22 число, 17,53. Время. Можно будет потом проверить на распечатках. Попытаемся еще по одному номеру обратиться, который пришел. 8,800 уже. 8,800, 100, ровно 2, 0, 38. 8,800. Алло. 9,800, 100,000, 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 100,000 ничего попытаемся еще раз мы не гордые это 8 800 то есть это многоканальный который должен работать всегда по идее если 8 800 то круглосуточно качество я думаю слышите связи алло 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 я ничего не поняла какое сообщение какие 10 секунд и какое воспроизведено системой я не могу дозвониться по этому номеру алло здравствуйте подскажите пожалуйста кто курирует работу штаба либо не знаю как там это правильно называется штаб координационный центр по итогам наводнения я записываю разговор вызов снова завершен вот такая ситуация в общем и и и